В Дагестане начали подготовку к празднованию 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. О том, что уже сделано и что предстоит сделать, рассказали главе республики на заседании Организационного комитета Победа. На встрече присутствовал почти весь кабинет министров Дагестана. По информации комитета, в республике сегодня проживает 601 участник войны, в том числе один герой Советского Союза и один герой России. Всем ветеранам в полном объеме оказывается социальная поддержка. Ко дню Победы фронтовики получат единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей. Важно, чтобы этот юбилей, юбилей нашей Победы, чтобы хорошо праздновался в Дагестане. Особенно привлекая молодых людей, нашу молодежь. Потому что Победа – это наша история, Победа – это наша память, Победа – это наша культура. Победа – это часть нашей культуры, часть нашего патриотического сознания. Парад наследника Победы давайте в этом году мы организуем так, чтобы он прошел во всех районных центрах и в городе Махачкале, чтобы в этом параде было хотя бы 25 тысяч человек. Тут даже заставлять не надо, тут надо просто организовать и людям сказать – сделайте дожечку с фамилией вашего отца, деда. И выходите вместе, все, кто у вас есть, наследники, под до маленьких детей. По всем видам спорта, Федерация по видам спорта пусть принимает решение, подготовит к следующему году, что, допустим, по каждому виду спорта, чтобы был Кубок Победы. В этом году год культуры. Министр здесь? Значит, я бы сделал такую конференцию к маю месяце «Культура Победы, культура патриотизма». Вот вчерашняя моя статья, вот, в российской газете, значит, она как раз посвящена к тому, что культура – это не художественная самодеятельность только. Культура – это как люди относятся, как люди помнят. Культура – это и есть память народу вообще, если очень коротко. В рамках празднования в этом году планируют провести концерты в домах, интернатах, научно-практические конференции, субботники. Особое внимание уделять тому, чтобы привести в порядок все памятники и обелиски в республике. Президент потребовал, чтобы каждое министерство предложило свой план мероприятий празднования годовщины Победы.